Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как я уже говорил, наш сегодняшний сюжет посвящен фидерной рыбалке на озере. Многие рыболовы знают, что на озере не самая простая рыбалка. И поэтому в этом сюжете мы покажем вам две основных фидерных тактики для ловли на озере. И поможет мне сегодня в этом, не побоюсь этого слова, мой друг, участник команды «Флагман Фидер Тим», обладатель Кубка Украины 2014 года по фидеру, мастер спорта, Святослав Лунин. Привет, сядь! Сегодня мы находимся на рыболовной базе «Нептун». Это довольно-таки большой, можно сказать, полудикий водоем свыше 300 гектар. Площадь его, в принципе, очень огромная. Это бывший залив Киевского моря. И, в принципе, здесь видовой состав рыбы примерно точно такой же, как и в самом Киевском море. То есть здесь большое обилие густеры, платвы, карася и леща. Также сюда запускают еще карпа и амура. Сегодня мы будем проверять две разные тактики фидерной ловли. У меня стоит как цель ловить только крупного леща. То есть мне не нужна густера, мне не нужна платва, мне не нужен карась. Ну, в принципе, карп мне тоже не нужен. Поэтому я попытаюсь максимально выборочно ловить только леща. Ну, как обычно, рыбалка начинается у нас с замеса прикормки. Поэтому, по традиции, мы начнем с ее приготовления. И покажем вам те составы, которые мы будем пользоваться в этот раз. Единственное, что я сейчас поставлю чайничек, чтобы закипела вода. Зачем, я это покажу немного позже. Опарыш спинкой. Это наша будет живая составляющая. Ну, точнее, она уже будет неживой к этому моменту. Это будет наша крупная фракция. Мы ее сейчас ошпарим. Как бы ни звучало это странно, на некоторых водоемах рыба очень хорошо отзывается, когда на насадке именно шпаренный опарыш или пинка. Поскольку моей задачей сегодня и завтра стоит поимка леща, поэтому я буду замешивать лещовый состав. Довольно сладкий. И с умеренной крупной фракцией. Добавим немного сухого ароматизатора лещового, который должен нам помочь ловить только крупного леща и поставить густеру, которая, собственно, своим кипишем на точке привлечет потом и нужного нам леща. Это все замешаем мы на жидкой ароме Big Fish. Добавим нашему корму нотку ванили. Ваниль, в принципе, я считаю, что любит любая рыба. И крупная очень им не брезгует. Воды мы используем, в принципе, не очень много. Замешивать этот корм мы будем, наверное, в два-три этапа. Ну, в два так точно. В первом этапе мы добавим примерно 300 мл воды на 3 кг. Дадим настояться при кормке минут 15-20 и доувлажним. Я думаю, что на втором доувлажнении нам понадобится тоже примерно 200-300 грамм воды еще. Данную прикормку в конечном этапе я не буду перебивать через сито, потому что обычно, когда используешь шуруповерт, прикормка и так довольно-таки обогащается кислородом, поэтому лишний раз перебивать ее через сито не нужно. Ну, по крайней мере, в это время года и на ту рыбу, на которую мы, собственно, нацелились. Ну, вот и прошло у нас 20 минут. Прикормка у нас уже настоялась, впитала в себя ароматику, и сейчас мы приступим к ее второму этапу увлажнения. Как я и говорил, примерно где-то 200 мл воды у нас уйдет на втором этапе. Вот мы, в принципе, видим, что на втором этапе перегонка у нас впитала достаточно много воды. На первый взгляд, может показаться даже, что она немного переувлажненная, но это, в принципе, так и надо, потому что сейчас на этом этапе мы добавим пастанчина. Оно, в принципе, отличается от других пастанчин тем, что оно впитывает воду и не лежит камнем в желудке у рыбы, поэтому его надо добавлять уже непосредственно в конце. Сейчас мы его добавим. Он сухой, впитает немного воду, наберет немного влажности и станет немного крупнее. То есть это будет наша, скажем так, средняя фракция. Ну и потом, в завершение, мы уже добавим наш шпаленный опар. Его мы насыпем много. Пастанчина, я думаю, на этом водоеме и в наших целях словить леща лишним не будет. Грязного цвета корм с разноцветными вкраплениями средней фракции. Я думаю, что мы получили, в принципе, то, что хотели. Вот, собственно, наш шпаренный опарыш спинкой, который послужит нам крупной фракцией. По-моему, это выглядит весьма аппетитно. Поскольку здесь мы собрались рыбачить два дня, я делаю ставку все-таки на завтра, на следующий день, что все-таки водоем большой и рыбе нужно будет какое-то время, чтобы подтянуться на мой прикормочный стол. Я не буду закармливать точку, то есть я не буду кидать там ни 10, ни 20 больших кормушек. Вот, просто не хочу. Я попытаюсь раскармливать точку просто темпом. Я буду делать перезаброс каждую минуту, в зависимости, была поклевка или не была. И с такой частотой перезабросов, я думаю, достаточно быстро смогу накрыть довольно неплохой стол для нашей рыбы. И уже по меру подхода крупной рыбы, например, того же леща, которого я, собственно, и собираюсь ловить, я уже буду либо докармливать, либо делать какой-то закорм после поимки рыбы. То есть это нам уже будет подсказывать сама рыба непосредственно в процессе ловли. Я уже буду подвигаться к платформе, буду проверять дно, искать дистанцию и определяться с монтажом. Но подозреваю, что поскольку водоем стоящий, я буду использовать все-таки спортивную оснастку, которая задекларирована сейчас мировыми правилами по фидеру. Это running feeder, скользящая оснастка. И, собственно, если говорить просто, это скользящий инлайн. И я думаю, что на этом водоеме, если рыба очень осторожная, то, скорее всего, эта оснастка поможет мне показать хороший результат. Да, буквально за этих 20 минут, что мы ждали, пока настоится прикормка, чтобы идти промеряться и ловить, ветер немножко усилился. Из двух метров обещанных стало все, наверное, шесть. На этом водоеме уже довольно-таки симпатичные барашки вырисовываются. Ветер довольно-таки сильный. Но нам повезло, что он все-таки не совсем боковой, а больше в лицо. Поэтому я думаю, что никаких проблем в ловле у нас не будет. В общем, примерил я дистанцию. Она будет все-таки 34 оборота. Самая такая, скажем так, интересная канавка из этих канавок. Я, правда, ближе к берегу, наверное, метров 15, ну, там, оборотов, наверное, 20 где-то нащупал какую-то то ли бровку, то ли что. Ну, там точно есть водоросль. Но ее нужно продирать. Ловить я там не буду. Там всего лишь, наверное, метр-полтора глубины. Я буду ловить все-таки на дистанции 34 этих оборотов. Тут это самое глубокое место. И думаю, что этот перепад глубины все-таки должен сыграть свою роль в успешной рыбалке. И монтаж все-таки, по-размыслив, я выбираю running feeder, то есть скользящий онлайн. Итак, Святослав рассказал вам о своей рыболовной тактике, которую он избрал на ближайшие сутки. И теперь эту информацию поделюсь с вами я. Я расскажу вам, как я буду ловить, чем я буду ловить и на что я буду ловить на этом водоеме. Итак, ловить я буду пытаться карпа, карася, ну, если повезет, может быть, крупного леща. То есть моя программа будет построена таким образом, что я хочу убрать со своего кормового стола полностью всю мелкую рыбу. Такую, как устера, платва, синец и мелкий подвиж. Поэтому я нацелен сегодня на крупную рыбу от килограмма и выше. Значит, программу свою построил я таким образом. Использовать я буду только крупнофракционные прикормки, такие как пелицы, кукуруза, бойлы. Ловить я буду с помощью кормушек Flat, искусственными приманками, искусственной кукурузой. Никаких живых ингредиентов в корме. Максимум, что может еще бы это, буду пробовать использовать. Это как насадку опарыш. И то, это не факт, буду стараться ловить искусственными приманками. Поэтому я сейчас сделаю специальный сподовый микс, который будет состоять из нескольких ингредиентов. Я сейчас вам расскажу, что я смешаю с чем. И буду закармливаться с помощью ракеты Spom. Да, федеристы редко используют эту ракету. Обычно федеристы закармливаются рогаткой, либо кормушкой. Но я сегодня буду пробовать кормиться Spom, потому что я хочу ловить карпа. Пробовать ловить карпа. Как мы знаем, карп, карась, крупный лещ, очень любят покушать. И поэтому при кормке нам надо будет много. И поэтому рогатки тут надо будет либо очень много шаров лепить, кормушкой, такое обильное количество корма мы не донесем за короткий промежуток времени. Поэтому я выбрал для себя закорм сегодня Spom. Я взял специально удилище класса Extra Heavy до 150 грамм, чтобы закармливаться этим удилищем. Но об этом позже. И так начну делать свой сподовый микс на сегодняшнюю рыбалку. И так, что в него войдет? Ну, конечно же, это кукуруза. Кукуруза, как вы знаете, это излюбленное лакомство и карпа, и леща, и карася. Поэтому такие вот уже готовые сподмиксы. Тут идет ферментированная кукуруза, конопля. Готовый продукт, который можно смело кормить рыбой. Еще один вид кукурузы. Эта кукуруза идет уже задипована в так называемом ЦСЛ. Корн стип ликер. Что это такое, я сейчас вам объясню. Тоже этот микс высыпаем сюда. Полтора килограмма кукурузы. И сейчас кукурузу я залью вот такой вот аромой. Под названием ЦСЛ. Корн стип ликер. То есть это идет экстракт сиропа кукурузы. Натуральный продукт. С таким интересным кисло... Больше даже кислинка такая. Ну кисло-сладкий, можно так сказать, вкусом и непонятным ароматом. Но добавление ЦСЛ к кукурузу, либо в пелец, либо просто в прикормку, показывает очень хорошие результаты именно по карпу, карасю и крупному лещу. То есть, скажу вам так простыми словами, добавление ЦСЛ в любую прикормочную смесь, это как для человека, скажем так, оператив перед едой. Вы прекрасно знаете, там любой врач скажет, что выпивание 20 грамм буквально спиртного перед едой, это очень полезно для здоровья. Поэтому для рыбы это в принципе то же самое. Попадая под жаберную крышку, либо в желудок, данный сироп способствует лучшему пищеварению рыбы и возбуждает ее аппетит. Итак, выливаю сюда ЦСЛ. Тут у меня получается, значит, почти 2 килограмма кукурузы. И мы сейчас данную кукурузу задипуем в этом ликере. Вон, видите, он такой не особо жидкий, тянущийся. Скажу вам так, ароматика довольно-таки приятная, такая кисло-сладкая. Есть на рынке ЦСЛ, которые сделаны на меласе, это немножко неправильно. Этот ЦСЛ в принципе натуральный экстракт кукурузы, который нам поможет, я надеюсь, собрать крупную рыбу. Итак, задиповываем. Это у нас будет для того, чтобы карпу было что покушать. Буквально полчаса хватит, чтобы кукуруза, вареная кукуруза прошлась этим ароматом, этим кисло-сладким соусом. Итак, оставляем ее пока в сторону. Значит, второй ингредиент, который будет входить в мой спотмикс на сегодня, это, конечно же, пелец. Пелец без них сейчас никуда. Это очень удобно, это крупная фракция. Пелицы бывают разные, быстро растворимые, медленно растворимые. То есть пелицы выпускают растворимость временной период от 15 минут до 36 часов, до 48 часов даже есть такие пелицы. У меня сегодня несколько видов пелицев. Как я говорил, сегодня я буду делать фьюжн-микс. Это когда совмещают несочетаемое. То есть моя сегодняшняя программа построена на клубнике с фишмилом и холибудом. То есть личные мои наблюдения показали, что данный микс клубника с холибудом, клубника с рыбным запахом, очень хорошо работает именно в середине лета, в погожие такие жаркие дни, знойные. Сейчас, в принципе, температура воздуха была, когда мы приехали к обеду, почти 35 градусов. Сейчас поднялся ветерок. Но я думаю, что завтра все-таки будет все равно жарко, и мой микс хорошо сработает и соберет рыбу. Итак, значит, первый пелец это пелец Magic Loud клубника, 8-миллиметровый. Этот пелец, в принципе, идет, можно назвать, быстрого растворения. Период растворения у него от часа до полтора. Поэтому данный пелец я буду использовать для быстрого привлечения рыбы. Плюс данный пелец имеет эффект флуоресцентного облака. Я думаю, оно лишним не будет. Наблюдения многих рыболовов показали, что все-таки рыба, особенно крупный карп, реагирует на именно флуоресцентные цвета, которые будет излучать данный пелец. Итак, пелец клубника. Приятный клубничный аромат. В ведро высыпаем клубничный пелец. В этот пелец я добавлю немного клубничного арома. Объясню зачем. Вообще, желательно, в принципе, любые пелицы вздобривать немножко арома, для того, чтобы они быстрее начинали в воде отдавать все свои полезные вещества, минералы, аминокислоты, бетаины, и быстрее раскрывался их аромат. То есть, как говорится, чтобы они начинали быстрее работать. Поэтому, если вы пелец немножко вздобрите аромой, это только даст большой плюс ему, и он начнет быстрее работать. Поэтому, в этот пелец, конечно же, я добавлю клубничную арому, но не очень много. Данный пелец не начал у нас размокать, как бы он начал размокать в воде, а просто набрался немножко ароматики, еще дополнительной клубничной. И вобрал в себя немножко этой вкусного живительного сиропа. Ну что, я сдобрил клубничный пелец небольшим количеством аромы. Видите, он начал набухать немножко. И мы оставляем его тоже буквально на полчаса. Пусть он набирается дополнительной ароматикой. И начинает вбирать в себя все эти сладости и вкусности, которые мы его полили. Итак, второй ингредиент у нас практически тоже готов. Итак, третий ингредиент, который будет в моем спотмиксе, это тоже пелец Magic Cloud. Он тоже идет с флюоресцентным эффектом, но уже со вкусом рыбы. Fish meal, рыбная мука. Как я говорил, сегодня у нас Fusion Mix. Единственное, что в этот пелец я добавлю еще где-то примерно пол пачки пелеца Холибуда. То есть, если у этого пелеца период растворения от часа до двух, то данный пелец где-то будет растворяться около четырех часов в воде. И он с таким ярко выраженным тоже рыбным запахом. Просто данный пелец идет немножко жирнее. В нем больше добавлено рыбного масла. И поэтому, я думаю, что полкилограмма пелеца Холибуд не помешает нашему миксу. Придаст ему больше калорийности. Я так думаю, что больше понравится карпу. Пелец идет 10-миллиметровый. И, кстати, потом на этот же пелец можно спокойно будет ловить рыбу. И этот пелец я вздобрю небольшим количеством аромы JLM. То есть, это арома с экстрактом мидии. То есть, ну, я так думаю просто, что этот водоем сам по себе, это раньше был залив Киевского моря. То есть, Киевское море это, в принципе, Днепр. Поэтому, я думаю, что рыбе здесь знаком запах именно ракушки мидии. Я думаю, что здесь его знают и карп, и лещ, и карась. Поэтому данный пелец рыбный я вздобрю JLM. Тоже небольшое количество. Именно для того, чтобы пелец немножко вобрал в себя этот аромат и начал быстрее работать. То есть, заливайте его таким образом, как будто вы вздавриваете маслом салат. Для того, чтобы не перелить его. И в то же время, чтобы каждая гранулка была в этой ароме. Получается, в принципе, где-то на килограмм, кило двести пелецов. Получаются бутылочки, неполная бутылка хватает, чтобы вздобрить этот пелец данной аромой. Итак, третий ингредиент для нашего спотмикса готов. Рыбный пелец с добавлением пелеца Холибуд залитый JLM. Откладываем его в сторону и даем настояться тоже буквально полчаса. Итак, последний, четвертый ингредиент, который будет у меня в моем спотмиксе. И я туда добавлю два вида бойлов, клубника и слива. То есть, клубника будет логична, так как у нас есть клубничный пелец. И добавление сливы. У нас небольшую кислинку. В принципе, клубника со сливой отлично сочетаются, два этих запаха. Эти бойлы идут так называемые фреш. Они идут мягкие. Рыба их будет прекрасно кушать. Поэтому, прежде чем добавлять их в прикормку, я вот таким вот образом их немножко подавлю на несколько частей, чтобы они не были цельные. И где-то примерно добавлю их на этот спотмикс где-то примерно по полпачки. Лишним это не будет, но это дополнительно еще крупная фракция. И они не помешают нашим спотовым миксе. Итак, начинаю работать руками. И так, четыре ингредиента для нашего спотомикса уже готовы. Пелеты набрались запахом аромы, набухли немножко. Это очень хорошо. Кукурузка пропахла с ЦСЛом, набралась этим волшебным сиропом. Бойлы мы немножко покрошили, немножко добавили целыми. Значит, и что я буду делать? Я буду брать каждого ингредиента по чуть-чуть. Смешивать между собой. И, соответственно, добавлять все это в спомб. И закармливаться спомбом. Объясню, зачем я так это сделал. Именно почему у нас получился такой сегодня фьюжн-микс. Я так думаю, что карп, карась, лещ, из этого всего он обязательно выберет именно тот ингредиент, который ему будет нравиться. И остановится на кормовом столе, и это будет кушать. А другие ингредиенты его не вспугнут. Это однозначно. Поэтому не бойтесь миксовать. Рыба со сладким, мясо с кислым. Порой это очень хорошо срабатывает. Но мы сегодня посмотрим, будет это работать или нет. Я думаю, что будет. Итак, сподовый микс я подготовил. Это то, чем я буду привлекать рыбу в точку лова. Ловить я буду на флейте, как я уже говорил. Поэтому не надо будет что-то положить в кормушку. Значит, с собой я взял 4 вида, понятное дело, методных смесей. То есть, чем хороша, чем интересна методная ловля, чем она экономна, можно сказать так. Можно с собой взять 4 килограмма прикормки, замесить каждый буквально грамм по 200. Методная кормушка очень малой кормоемкости, поэтому много прикормки вам не понадобится для того, чтобы подавать ее именно в флейте. Поэтому я обычно делаю так, я беру несколько видов методных смесей, замесываю каждый по 200-250 грамм, ставлю на своем рабочем месте на столике и начинаю в процессе рыбалки экспериментировать. Подаю сначала на флейте одну методную смесь с определенной насадкой, определенного вкуса и потом меняю вариации методной смеси и вариации насадки. Как только рыба подходит на кормовое пятно, начинает как-то себя проявлять, на кончике фидера начинаются какие-то подергунчики, потяжечки небольшие, вы понимаете, что рыба уже есть на кормовом столе. И поэтому начинаете сразу экспериментировать разные вариации методной смеси и разные вариации самой насадки, цвет и ароматика. И как только вы получаете долгожданную поклевку, в принципе, тогда вы понимаете, какая отработала насадка и, в принципе, тогда уже можно рыбачить именно этой методной смесью и именно этой насадкой. Поэтому лучше с собой в запасе иметь несколько видов таких методных прикормок и вы всегда будете с рыбой. Значит, я сегодня с собой взял 4 вида, я на этом водоеме ни разу, к сожалению, не был, поэтому, дабы не остаться без рыбы, я решил перестраховаться и взять 4 вида методной прикормки. Значит, первая прикормка – это классический метод микс, он идет с ярко выраженным запахом рыбной муки и бисквита. То есть, в очередной раз фьюжен микс, несочетаемый бисквит с рыбой, но иногда данная прикормка очень хорошо отрабатывает. Следующая методная прикормка, которую я сегодня буду тоже использовать, это Холибуд метод микс. Это классическая методная прикормка, которая полюбилась рыболовам всей Украины, Европы. Эта прикормка отлично работает на наших водоемах, работает она и осенью, и весной, и, конечно же, летом. Холибуд переводится как палтус с ярко выраженным рыбным запахом, темного цвета. Прикормка отлично, ну, скажем так, из методных смесей – это моя любимая прикормка. Следующая прикормка – это криль, метод микс, с добавлением креветки. Данная прикормка тоже очень хорошо проявила себя на наших водоемах, особенно она хорошо работает ночью, весной и осенью. То есть, да, криль летом не так хорош, как весной и осенью, но я этой прикормкой буду пробовать ловить все-таки ночью. Ну и последняя, четвертая методная прикормка, которую я тоже сегодня буду пробовать ловить – это спайси метод микс. Перец, специя, то есть можно перевести как угодно. Методная прикормка с ярко выраженным таким перечным запахом, она даже немножко острая, с запахом жгучего перца. В чили данные прикормки иногда очень хорошо отрабатывают, просто на ура, и поэтому такую прикормку нужно с собой иметь всегда. Данную прикормку, в принципе, в небольших количествах можно добавлять в любую прикормочную смесь. Объясню зачем. Перец действует как раздражительно, пищевые рецепторы рыбы, и вызывает у нее аппетит. Поэтому добавление данной прикормки, буквально даже 50-100 грамм на полкило любой смеси, даст очень хороший результат при любой рыбалке, какую бы вы рыбу не хотели ловить, будь это карп, лещ или карась. Итак, я вам продемонстрирую замес одного вида прикормки. Мы не будем показывать, как я буду замешивать все четыре вида. Высыпаем, как я говорил уже, небольшое количество прикормки, буквально. И по чуть-чуть добавляем воду. Методные прикормки идут, как правило, все мелкодисперсные, очень быстро напиваются водой. И поэтому, в принципе, замешивать их не тяжело. Они не требуют какого-то там специального увлажнения, или там настаиваются им долго, надо как обычным другим прикормкам. Поэтому с ними работать очень легко. Ну, вот таким вот образом мы увлажнили прикормку. Как я уже говорил, она отлично лепится. Метод идет черного цвета. И теперь у меня с собой есть небольшие емкости. Виды прикормки я уже вам сегодня сказал, какие у меня будут. И, соответственно, буду пробовать разные вариации прикормки с разными вариантами искусственных насадок. Но об искусственных насадках немножко попозже. Ну, после того, как я закончил подготовку с прикормками, надо, конечно же, найти свою точку лова. Как я уже говорил, на этом водоеме я первый раз. Но Святослав уже промаркерился, поэтому я примерно знаю, что мне уже делать. Святослав буквально на расстоянии 25 метров нашел отличную бровку в 50 сантиметров. Поэтому, в принципе, я не буду сейчас долго искать. Я сейчас тоже найду грузиком данную бровку. А брать из расчета, что очень большой водоем, сегодня сильный порывистый ветер в лицо, работать на дистанции 25 метров будет просто одно удовольствие. Еще буквально одно слово о сегодняшней моей снасти. Сегодня я буду ловить леской. Классическая карповая снасть леска. 10 метров шуклидера. Ну, а снасти немножко позже. Сейчас нужно найти эту бровку, для того, чтобы я заклипсовался и на сподовом удилище отмерил дистанцию, на которую я буду закапливаться. Так, начинаем пояс бровки. Буквально небольшой брусок. Протягиваю груз по дну. Хорошее песочное дно. А вот и бровочка с небольшими камушками и ракушнипом. Вот, как мы видим, грузик уперся в бровку. Буквально от бровки я отступлю метра полтора в глубь озера и поставлю клипсу на эту дистанцию. Потом отмерю эту дистанцию на сподовом удилище и начну закорм ракеты. И так, дистанция найдена. В принципе, точку, которую я буду закармливать. Я нашел бровочку. Небольшую, она там может сантиметров сорок. Чем она еще интересна? Перед бровкой есть немножко ракушки, немножко камня. На общем фоне песочного дна и немножко илистого дна, я думаю, это будет самое перспективное место. Теперь я соберу так называемое сподовое удилище. В фидере, конечно, нету сподовых удилищ. Сподовое удилище это чисто карповая тема. Но я взял вот такое вот удилище. Оно идет длине 3,30 с очень мощным комлем. С кастингом где-то до 150-180 грамм. Я думаю, данная удочка без вопросов потянет спом среднего размера. Дистанция здесь буквально 25 метров. Поэтому сейчас снаряжу данную удочку катушкой со шнуром. Потому что закармливаться, конечно, спомбом лучше шнуром. Потому что лески сильно растержимы. И леска не такая прочная, как шнур. Поэтому оснащу его вот такой вот катушкой. Одену спомб и начну закорм буквально через 2 минуты. Сподовый микс готов. Прикормка готова. Точка лова найдена. На сподовом удилище заклипсована дистанция. Поэтому, как я и говорил, сейчас я буду брать по чуть-чуть каждого этого ингредиента. Положим немножко кукурузы. Немножко пелица клубничного. Немножко пелица рыбного. Чуть-чуть бойлов. Все это перемешаем. Стартовый закорм будет приблизительно около 20 ракет. Ну что, забиваем спомб. И начинаем стартовый закорм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Водоем очень большой. Рыбу собрать будет тяжело. Я уверен, что в ближайшие 5-6 часов вряд ли дождусь поклевку. Но мы приехали сюда на 2 дня. И я уверен, что завтра утром будет отличная рыбалка. Я уже забросил около 10 ракет. Я думаю, еще около 15 штук я заброшу со сподовым миксом. Потом поставлю на мое рабочее удилище флэт, искусственную кукурузу. И в принципе начну рыбалку. И буду везти до корм приблизительно каждые полтора часа по 10 ракет. И так на протяжении всего вечера, может быть ночи, будем смотреть. Итак, начинаем рыбалку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока результата нет, в принципе, по всей классике карповой ловли его пока и не должно быть, потому что, в принципе, как минимум, карп обычно проходит при подходе кормовом на третьем, на четвертом часу. Даром у карпятников золотая пословица «Сутки кормим, сутки ловим». Большие надежды возлагаю на утро. Я ночью буду докармливаться каждые два часа. Не знаю, будем ловить ночью, не будем, посмотрим. В принципе, хочется отдохнуть и с утра с новыми силами. Ну что, по итогу первого, можно так сказать, полудня приехали. Практически где-то к часам 12 дня, пока разложились, начали замесывать прикормки, сподовые миксы. То есть, скажем так, что пока, в принципе, как любая озерная рыбалка, рыбы пока нет. Но мы плотно кормим свои точки, свои дистанции. Ну, по крайней мере, я пока без поклевки, ловлю на два удилища, меняю наживки, разные виды кукурузы, разные запахи. То есть, ну, в принципе, собираюсь немножко еще половить ночью, но недолго, до часов 12 ночи, и отдыхать. Но, в принципе, вся надежда на завтрашнее утро. Так что будем кормиться, я надеюсь, завтра с рыбой будет намного веселее. Ну, в принципе, как и стоило ожидать. Рыбалку я начал где-то, наверное, 4 часа вечера, ну, или дня. Поднялся сильный ветер, в принципе, и день, ну, как бы, ничего особенного. Под вечер проклюнуло немного густера, но тоже как-то нестабильно. То ли она не становится на точку, то ли она какая-то залетная, непонятно, но, собственно, точка закормлена. Я думаю, что утром все-таки будет. Ну, сейчас вот вечером, вот, почти, скажем так, в сумерках начались поклевки, рыба там какая-то стала на точку. Но нужно играться с ней, заставлять клюнуть, ну, как бы, все это мы оставим все-таки на завтра. Будем надеяться, что она там покрутится, накормится и придет все-таки лещ, которого я жду и делаю на него стапы. Хотя нет, сегодня все-таки была поклевка одна лещевая, но она была настолько неожиданная и плюс инлайн, что, ну, просто не успел. Весь поводок и шнур в соплях, но мимо, к сожалению. Ну, надеюсь, что движемся к цели, посмотрим, что будет утром. Пол пятого утра, мы нормально отдохнули с новыми силами, новый бой. Я сейчас начну опять плотно кормить свою точку, где-то с помбов 10, 15, 20 кукурузы с пелицем. И все-таки надеюсь, что карп сегодня подойдет ко мне на точку, потому что пока поклевок не было, то есть я возле удочек где-то провел примерно времени до часу ночи, клева не было вообще. Поэтому сейчас кормить точку и пытаться ловить людей. Свят, что ты будешь делать? Ну что, кормить, как обычно, кормить и ловить. Ночь была достаточно прохладно, но, по крайней мере, здесь у воды. Ветер, в принципе, до конца так и не утихал. Постоянно барашки все-таки гнал. Я думаю, что сейчас вода достаточно насыщена кислородом и довольно-таки прохладная для такого времени утра и вообще времени года. Потом надеюсь, что все-таки хороший результат будет. Смотрим. Вариантов нет, рыба на лове. Вариантов нет, рыба на лове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Первая поклёвка на рассвете, судя по всему, в карпике. Такой карпик неплохой, сейчас мы его немножко погоняем по водоему, клюнул на комбинацию искусственная кукурузка сладкая и прикормка криль, здесь была метод микс криль. Ну что, первая рыба в пацаке, будем надеяться, что не последняя карпик, не крупный, такой около килограмма, но очень симпатичный, так что рыбалка на озере продолжается. Рыба в принципе активна, покровки сложные, но в принципе реализуема. Сейчас ещё достаточно рано, я думаю около пустя утра, поэтому дно времени ещё много. Не работает сегодня мелкий крючок, поставил десятый номер и засекаемость рыбы стала намного лучше. Женя сегодня уже успел обрываться картом, что даёт нам надежду, что всё-таки сегодня рыбалка будет лучше в отличие от вчера. И мы хотя бы увидим достаточное количество поклёвок и рыбы, и получим позитивные эмоции точно так же, как мы. Поэтому будем ловить, будем пробовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пойман очередной карпик, чуть-чуть крупнее уже. Начал только я давать опять докорм и произошла поклёвка. В принципе сработала та же самая комбинация плавающая кукуруза и прикормка метод микс криль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот пока наш оператор снимал, как вываживают карпа, у нас появился первый лещ. В принципе можно сказать по целевой рыбе 2.1. Но ничего, надеюсь сейчас наверстаем гущины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этой рыболовной сессии я рыбачу двумя удилищами. В принципе, карповая ловля позволяет ловить двумя удилищами, она не такая активная, как ловля на реке. Поэтому, в принципе, за двумя удилищами успеваешь следить. То есть одно удилище я взял в длине 3,6 кассингом до 110 грамм, второе в длине 3,30 кассинге до 75 грамм. То есть удилище специальное я взял с собой среднепараболического строя для того, чтобы они отлично вязали карпа. Карп рыба очень сильная. Ну и как бы первая пойманная рыба показала, что я не ошибся в своем выборе. Сегодня удилище отлично отработало, я его спокойно карпа вытянул под сак. Поэтому удилище средней параболики. Объясню, почему два. То есть одним удилищем я ловлю четко на закормленную дистанцию. Вторым удилищем я облавливаю так называемые края своего кормового пятна. Потому что зачастую карп стоит именно вокруг пятна, а не стоит именно на самом кормовом пятне. Поэтому это очень удобно. Одно удилище у вас стоит, одним удилищем вы ловите четко в закормленную точку и вторым облавливаете метр дальше, метр ближе, метр вправо, метр влево. Это в принципе очень удобно. Ну и конечно самая главная проблема практически всех фидеристов, которые начинают ловить на озере, это все-таки как доставить свой флет постоянно в одно место, так как клипсоваться здесь не получается, карп рыба сильная, поэтому когда мы ставим лёску под клипсу заводим, то как правило часто идут либо обрыв, либо сходы рыбы, поэтому при карповой рыбалке как правило не клипсуется. Поэтому для этих целей я для себя нашел вот такое вот изобретение, маркерный карандаш, очень удобно. Когда вы нашли точку, заклипсовались, сделали себе отметку на лёске маркерным карандашом. Он держится очень долго, белого цвета, он не травмирует лёску, ни лёску, ни шнур, и поэтому вы всегда примерно будете видеть, где ваша снасть. Даже если вы немножко перекинули, у вас всегда есть буквально там несколько секунд, чтобы подмотать вашу снасть ближе. Поэтому в принципе для этих целей маркерный карандаш пользуетесь им очень удобно. Вот я о чём и говорил. Белая наша отметка на лёске, то есть чуть-чуть она дальше ушла, буквально вот её подмотали. И вы всегда будете знать по этой отметке, что ваша кормушка в точке лова, там где вы закормились. Поэтому в принципе очень удобно, как видите, у меня на двух удилищах такие отметки. И я всегда знаю, что мои кормушки лежат в том месте, там где надо, там где я закормил. Сегодня рыбка клюёт активно, ну по крайней мере уже расклевалась она активно. Но на самом деле поклёвки жадные, в принципе в лёд. Я думаю, что оснастка фатерноструй, как всегда, собственно, была бы идеальной в этих условиях. Просто и эффективно. С инлайном, конечно, приходится немного помучаться. Рыбу нужно досекать, в этом, конечно, есть свой тоже интерес. Но иногда, иногда пропускаешь хорошие поклёвки, что рыба почему-то бросает насадку достаточно быстро. Ну что, так как я сегодня ловлю волосяным монтажом, я покажу, в принципе, как его вязать. Уже много было про это показано в видео. Но в очередной раз, я думаю, будет полезно посмотреть. В принципе, делается это всё легко, ничего в этом сложного нет. Самому связать поводок, конечно, намного приятнее. Поэтому покажу вам, как завязать поводок под волос. Ну что, продеваем поводочный материал в ушко. Теперь нам надо резиночкой, которая будет крепить, прижимать волос к самому крючку. Поэтому мы её оденем с помощью иголочки. Вот таким вот образом мы её одели. То есть, в принципе, её можно сразу одевать на крючок. Вот таким вот образом. Вот так вот будет она выглядеть. Это будет стопорок, который, резинка, которая будет прижимать наш волос посредственно к крючку. Теперь мы формируем петельку, которую будем крепить. В эту петельку, это будет для стопоров, которые будут держать нашу насадку на волосы. Аккуратненько это всё подрезаем ножничками. Таким вот образом. Ну и вот. Длину волоса мы уже регулируем непосредственно под насадку. Какой насадкой вы хотите работать? Так как мы сегодня работаем искусной кукурузкой, одной штучкой, максимум двумя. Сильно длинный волос нам не надо. Вставляем его таким образом. Ну и теперь осталось нам только его привязать. Берём поводочек, отрезаем. И делаем 6-7 моточков поводочным материалом. И просовываем обратно. обратно в уши. Всё. Некоторые промазывают эти узлы ещё супер-клеем специальным. Но я, в принципе, этого никогда не делал. Вот такой вот получается у нас готовый монтаж. И вот у нас поклёвка по ходу леща. И, наверное, очень таки не мелкого. Очень сильно давит. Скажем так, утюжит. И не сильно поддаётся на наши уговоры. Будем по чуть-чуть его пытаться оттуда достать. Там, как я говорил ранее, есть бровочка на 20 где-то оборотов. И вот крупная рыба норовит в этой бровочке поторчать, скажем так. Я не хочу форсировать, потому что у нас пока всего лишь только один лещ. И он здесь не становится на точку. Сейчас вот чётко видно, что он в этой травке на бровочке. Я бы хотел опустить, конечно, удилище вниз в воду. Так бы было легче его выкачивать. Он бы так поддался бы лучше. Но из-за этой бровки я просто его туда загоню или загоню кормушку. И это будет не лучший вариант. достойное сражение. Не хочет. у рыбы тело мышца, как у толстолобика, то довольно тяжело справиться с этой силой, которая просто не хочет так сдаваться. оказывает достаточно серьёзную борьбу. Мы уже подвели три раза по цаке, но три раза он успел уйти достаточно в дальнее расстояние. Надеемся, что вот сейчас он будет более податливый для нас. Для нас нет, он снова хочет уйти, он снова хочет уйти. Я приувлажнил очень сильно корм, сделал его кашей специально, чтобы он не пылил, чтобы отсечь доставучую плоту. Но похоже, толстолобик это не остановило. Для удилища 330 с тестом до 75 грамм это довольно тяжело. Мы не можем нормально управлять этой рыбой. Она чаще управляет нами, к сожалению. и из-за наличия тонких поводков мы ничего не можем предпринять. Зацепился под глазом и все это время сопротивлялся. Наверное, парень проходил мимо и я как раз делал подтяжку и получил поклевку. все-таки надеялся, что это лечь. Но это оказался довольно таки красивый толстолоб. лечения лечения и лечения и лечения из-за сейчас ветер успокоился примерно уже больше 30 градусов жара солнце просто неимоверно дико жарит хочется покупаться но тем не менее рыбка клюет это не может не радовать но наверно с такой погоды скоро придется заканчивать потому что очень жарко поклевка еще одного леща я считал на точку это буквально прошло минут пять наверно лично пары шпарины прикормочки работает на ура вещь задержался у нас на точке это не может не радовать здесь стоит на точке но клевать не спешит большие паузы попробую сейчас поиграться со спреями возможно это улучшит нашу ситуацию попробую чесночный и какой-нибудь сладкий например ваниль смотрим что из этого получится если не произойдет поклевка вымотаю и побрызгаю чесночным спреем и посмотрим что из этого выйдет а и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, наша рыбалка подошла к концу В принципе, мы добились тех результатов, которые ставили себе Был лещ, были приятные бонусы в виде толстолобиков, были поклевки к карпу Рыбалка получилась довольно-таки динамичной, было очень много густеры и мало плотвы Мы поставили цель отсечь плотву, мы ее отсекли и в принципе ловили ту рыбу, после которой логично должен был подходить лещ Но в таком водоеме, конечно, есть рыбы покрупнее, такие как карп Которые часто заходили на точку и просто либо не клевали, либо клевали Сходили, точка потом умирала В целом у нас все вышло и водоем оправдал наши ожидания Ну что, давайте посмотрим, что мы словили Ну а теперь эту рыбу мы сейчас поместим в мат И посмотрим, что у нас получилось Так, небольшой анализ нашей сегодняшней рыболовной сессии Я ловил кормушками типа флет У меня было достаточное количество поклевок, немножко поймал рыбы В улове, конечно же, карась, тарп, амур То есть в принципе та рыба, которая клюет непосредственно на методные снасти И на кормушки типа флет Ловил я искусственными приманками Не использовал никаких живых компонентов То есть не было ни опарыша, ни червя, ни мотыля Была искусственная кукуруза на насадке и пелица Ну в принципе, что могу сказать об этом водоеме Однозначно, что хороший очень водоем Но так как водоем очень большой Все-таки там больше 300 гектар И видовой состав рыбы здесь очень богатый Здесь много такой рыбы, как кустеры, леща, плотвы Поэтому мое личное мнение, что однозначно Классический фидер с кормушкой-корзинкой Здесь намного выигрышней, чем ловля флетами И в принципе, сегодняшняя сессия это подтвердила Как бы Свят сегодня показал самый натуральный мастер-класс По ловле у стеры и леща То есть, ну в принципе, флет тоже оправдал свои надежды Оправдал наши надежды Поэтому делайте выводы Выбирайте сами, какая рыболовная тактика вам ближе по душе И что вам интереснее Либо ловля на флет, либо ловля классическим фидерным способом Итак, рыбалка на озере Редактор субтитров А.Семкин Итак, рыбалка фидером на озере С вами был Святослав Лунин и Евгений Черпенков И вы были на Флагман ТВ Подписывайтесь на наш канал Не забывайте комментировать наше видео И ставьте лайки До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин